Отдельно остановимся на гамме. Здесь речь идет не о цветовой гамме, о которой могли бы говорить художники. Это технический термин, относящийся к нелинейности передачи яркости изображений в некоторых устройствах, фото, видео и телевизионной технике. И записывается как степенная функция с коэффициентом. Казалось бы, какая это такая нелинейность, когда только что мы любовались на примитивный куб, где все грани равномерно градуированы от 0 до 1. Нет здесь места нелинейности. Но тем теория отличается от практики, что практика вносит свои коррективы. И в данном случае она их вносила сначала по технической необходимости, а позже для оптимизации использования памяти. Сначала про вынужденную нелинейность. Она проявлялась и в фотографии, и в телевидении. Расскажу про телевидение. Вы, конечно, помните телевизоры и мониторы с электронной лучевой трубкой. Там яркость луча, которым рисовалось изображение, зависела от напряжения на катоде. Подаем большее напряжение, и спускается больше электронов, и они заставляют люминофор светиться сильнее. Только зависимость между напряжением на катоде и яркостью свечения люминофора оказалась нелинейной. Более того, у телевизионных камер она тоже была нелинейной. И вдобавок, когда появились жидкокристаллические мониторы, которые имеют совершенно другой принцип действия, чем электронные лучевые трубки, у них передаточная функция оказалась тоже своей особенной. И для всей этой разнообразной техники вводились свои поправки. Это и есть гамма-коррекция. В кино и фотографии аналогичная ситуация сложилась с передачей полутонов в позитивных и негативных пленках. С появлением цифровой фотографии и цифрового видео остров стал вопрос экономии места, которая занимает снимок и тем более видеозапись. И здесь снова вспомнили про гамму, но уже в другом ключе. Если всевозможные дисплеи имеют нелинейную функцию передачи полутонов, то человек — это совсем сложная система. И раз наше устройство и картинки предназначены как раз для человека, то полезно получше узнать про его особенности. И вот, например, полезное свойство зрения. Известно, что в нормальных условиях глаз лучше различает перепады освещенности в тенях, чем в светлых областях. При отсутствии гамма-коррекции в светах цифрового изображения кодируется слишком много полутонов, которые зритель различить не способен. И напротив, в тенях остается слишком мало информации, снижая качество изображения. В случае линейного кодирования файлов JPEG в существующей 8-битной системе неизбежна так называемая пастеризация изображения, когда глаз различает ступенчатые тональные переходы. Ну так их и сместили из светлых в темные. Визуально гамма-коррекция позволяет проявить детали, которые оказались слишком затененными на фотографии, не изменяя крайних значений яркости, что отличает ее от простого изменения яркости и контрастности. Если у вас есть снимок, который уже содержит и черные и белые пиксели, то изменять яркость это значит уводить эти и примыкающие к ним по яркости пиксели за шкалу. Так получится или провалы в черное, или блики в белое и уже невосстановимые. А гамма позволяет изменять передачу полутонов, не затрагивая крайние значения.